Непосредственным участником акции стал сотрудник сочинского погрануправления Максим Ртищев. Пограничник признался, что передавать символический кубок победы – честь для него и его товарищей. Данная эстафета, я считаю, очень символична и нужна, так как в наше непростое время, в первую очередь, она символизирует единство всех пограничных органов, пограничных служб и ведомств, которые занимаются защитой и обороной наших границ. Памятное шествие началось с Таманского полуострова, прошло через Анапу, город Герой Новороссийск, Геленджик. В Сочи эстафету принял у города воинской славы Туапсе. Сегодня эстафетную атрибутику в виде штандарта и кубка сотрудники пограничного управления по Краснодарскому краю передали российским пограничникам в Абхазию. Эстафета победы пройдет с 11 до 18 марта по территории Республики Абхазия, по местам боевой славы. Местам сражений побывает в городах Гагра, Сухум, Ачимчира, Гал, Куарчал. Более 55 тысяч граждан Абхазии принимали участие в этой великой войне. Поэтому для абхазского народа эта война – большая боль. С учетом того, что в мире много сейчас говорится негативного и пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны и роль советского народа, я думаю, что вот эта патриотическая акция еще раз подчеркивает роль Советского Союза, роль советского народа в Великой Отечественной войне, в Великой Победе. Своебразный митинг собрал сотню людей. Вспомнить подвиг героев пришли школьники, общественность, военнослужащие и, конечно же, сами ветераны. Это очень хорошее напоминание. Напоминания, конечно, тревожные, болезненные напоминания. Мы мечтали о хорошей жизни и мы ее сделали. Международное событие началось на Кубани ровно неделю назад и преодолело за это время порядка 400 километров пути, проходя по местам ожесточенных боев. Сочи хоть и не был полем боя, но имел стратегическое значение для всего Союза. Город Сочи во время Великой Отечественной войны был городом-госпиталем. И более 300 тысяч наших солдат, благодаря самоотверженному труду наших хирургов и сестер, были спасены и отправились вновь на фронт. Низкий поклон нашим горожанам, старшего поколения, которые давали победу. Такая акция в виде пограничной эстафеты – это не только дань памяти, но и один из серьезных шагов в плане патриотического воспитания молодежи, уверены участники. После торжественного возложения цветов к мемориалу все желающие попробовали традиционную солдатскую кашу. Но 17 марта эстафету передадут пограничникам Карачаева, Черкесии.